64 спортсменки из шести городов Краснодарского края. Сочи, Армавир, Анапа, Славинск-на-Кубани, Новороссийский, Майкоп. Такова география уже традиционного для города краевого турнира. Кубок надежд проводят на курорте уже в 19-й раз. И, надо сказать, интерес к состязаниям только растет. На ковер вышли девочки 13 лет и младше, подрастающие надежды взрослой гимнастики. Через такие соревнования, рассказывают организаторы, проходили многие выдающиеся спортсменки. Например, серебряный призер Олимпиады в Атланте Оксана Ляпина. Кубок надежд. Почему они так называются, эти соревнования? Здесь, значит, выявляются сильнейшие гимнастки края, которые будут принимать участие, как и в региональных соревнованиях, федерального округа. Здесь можно выполнять и норматив кандидата мастера спорта, и первого спортивного разряда. Соревнования проходят по традиционной схеме в личном зачете. Девочки выполняют опорный прыжок, показывают комбинацию на брусьях и бревне, и вольные упражнения. Елена Чурсина из года в год оправдывает надежды тренеров. На прошлогоднем кубке восьмилетняя гимнастка завоевала золото для сборной города. В том числе и благодаря той победе стали приходить и более существенные результаты. Краснодаре заняла первое место по третьему взрослому. Я хорошо готовилась. У меня хорошие брусья и бревно, и вольные, и прыжок получалось. Кстати, сочинские спортсменки наконец начали подтягиваться к традиционно сильнейшим гимнасткам из Армавира и Славянска на Кубани. В том числе благодаря условиям. После строительства этого зала несколько лет назад ситуация стала кардинально меняться. Теперь от желающих попасть в секции по спортивной гимнастике нет отбоя. Попадут ли сочинские спортсменки в число призеров турнира, рассудят спортивные снаряды. Итоги Краевого Кубка Надежд подведут в субботу. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.